Виталий Брагилевский Виталий Брагилевский Виталий Брагилевский Виталий Брагилевский Виталий Брагилевский Так вот, что же касается выбора первого языка программирования, то вот, говорят, нужно всякие мемчики вставлять, а то на конференции не берут. Вот некоторые относятся к выбору языка программирования примерно так, что это что-то совершенно ненужное, ну что спорить вообще, не важно. И говорят, ну, есть миллион факторов, это там от всего зависит, в общем, там как-то это очень индивидуальное решение, и вообще глупо говорить, но тем не менее куча народу говорит об этом, все время спорят, холивары постоянные везде. И особенно важно на такой вопрос научиться отвечать, если там кто-то, допустим, из ваших, не знаю, родственников послушал выпуск подкаста «Подлодки» про зарплаты и понял, что зарплаты хорошие, надо как-то входить в эту отрасль. О, заплатили, молодцы. И нужно, значит, как-то все-таки въезжать в это все, и вот тогда, чтобы знать, как правильно ответить, нужно обязательно послушать этот доклад и все-таки понять. Вот про это мы поведем речь, как вообще начать изучать программирование, какие инструменты для этого нужно использовать. И на самом деле штука эта важная, вот Дейкстра еще в 1972 году написал что-то такое, что от того, какой язык программирования мы используем, или какую систему обозначений, ну он не просто про языки программирования, он вообще про языки говорил, зависит вообще то, что мы можем выразить. То есть очень часто язык программирования просто не дает нам сделать то, что мы хотим, или дает это сделать так, как мы не хотим. Поэтому это важный инструмент, поэтому важно говорить о том, что это за инструмент, который мы действительно хотим использовать. И бывает так, что если вы как-нибудь не так выбрали первый язык программирования, а чаще бывает, что кто-то для вас его выбрал не так, то возможны серьезные проблемы. Вот бывают люди, сейчас они уже, конечно, встречаются все реже и реже, за некоторым небольшим исключением, которые навсегда оказались испорчены фортраном. Вот они как начали на фортране программировать, и старая шутка, что настоящий программист на фортране на любом языке программирования может написать программу на фортране. И, в общем, это действительно часто, кажется, влияет. А некоторые начинали с бейсика, и вот так и остались с программистами на бейсике, и ничего толком сделать не в состоянии. Кого-то, кто-то пришел на первый курс, не умея программировать, его загрузили курсом по C++, не дай бог, по стандарту 17-го какого-нибудь года. И тогда вообще программистам стать уже невозможно, вот только и знаешь, как там левую угловую скобку, правую угловую писать, и все, больше ничего не понятно. Ну, а кого-то вот такой скучной Java, такой интерпрайзной задушили прямо на первом курсе, или там роботов на них программировали, и не охота ничего интересного вообще. Ну, как можно на Java программировать? И вот получается, что если мы видим таких людей, то, может быть, как-то на них повлияло вот это все. Вот неправильно они выбрали язык, сделали ошибку, и после этого уже вот так все страшно и пошло. У меня есть своя персональная история на этот счет. Моим первым языком программирования был Fortran, прошу прощения. Но это получилось как? Я пошел, на самом деле, первым был Basic, но я на нем не программировал, там был дом пионеров какой-то, я учился, наверное, в классе в седьмом, меня дедушка отвел в дом пионеров, в секцию по программированию. Она уже занималась какое-то время, и, как сейчас я понимаю, на первом занятии, на которое я пришел, рассказывали про работу с массивами в Basic. И я не понял вообще ничего, вот просто, там какие-то там А в скобочках, И плюс один, чего-то такое. И после того, после начальной лекции, там 15-20 минут что-то рассказывал преподаватель, другие участники, которые уже давно ходили на этот кружок, начали запускать свои графические приложения, где там все что-то бегало, там как-то вот какие-то фейерверки были, еще что-то. И вот в сочетании вот этих массивов, которые я совсем не понял, этой красоты от профессиональных разработчиков на языке Basic, я понял, что это вообще не мое, больше на этой секции не появлялся. Зато пошел в библиотеку и нашел там книжку, где рассказывалось про программирование на двух языках, на Фортране и на Паскале. Компьютера у меня тогда не было, я просто брал там и вот все, что там было, изучал, делал упражнения, писал на листике программы. Вот так я начал программировать на Фортране, уже это было в первых главах, и потом на Паскале, потому что это было в последующих, без всяких компьютеров. И мне было норм, в общем, знаете, программировать. Гораздо удобнее, чем вот это, когда компилятор какие-то гадости тебе говорит про программу, значит, тут гораздо приятнее. Ну так вот, в общем, важный вопрос, я надеюсь, что я вас достаточно мотивировал, а то меня не хотели сюда пускать, говорят, давай мотивацию, кому это вообще надо. Вот, и вот это план, о котором я собираюсь говорить. Сначала о том, как вообще этот вопрос решали во времени, затем про небольшой опрос в Твиттере расскажу, который я провел на эту тему уже достаточно давно, еще в августе. Ну и, наконец, в конце дам окончательное решение, и вы, наконец, узнаете, как же правильно начинать изучать программирование. Итак, что касается истории вопроса, то я начну с так называемой проблемы дикой вексельблата. Этот человек известен тем, что он первый человек, получивший PHD на департаменте компьютер-сайенса. То есть до него были диссертации по информатике, по ЦС, но они присваивались там департаментами по математике, электрикал инжиниринг, еще тому. Вот первый человек, получивший PHD от ЦС департамента, был именно он. Ну, сами понимаете, это было давно. И вот он написал такую статью под названием «Последствия чьего-то первого языка программирования», в котором попытался ответить на вопрос, влияет ли выбор первого языка программирования на то, как человек дальше программирует. И у этой статьи была такая предыстория. Началось все с журналов, письма, которые он написал в журнал с таким провокационным названием «Ошибки молодости» или «Действительно ли Бэйсик вреден для вашего здоровья?» И в ответ на это письмо он получил несколько реплаев, как мы это называем в Твиттере. 50 реплаев у него было, но тогда люди писали бумажкой, они тоже письма писали в эти журналы, отвечая. Ну и вот там 50 ответов, 30 как-то отвечали на его вопрос, 12 не имели вообще никакого отношения к заданному вопросу, этому обсуждению, четверо указывали на разные другие источники, где это обсуждалось, ну и двое атаковали несчастного дико за то, что он поднял вообще этот вопрос. Значит, 78 год. Ну и вот по итогам, собрав эти все ответы, была написана статья, в которой Виксельблат получил, ну или так вот, обнаружил несколько общих мнений. То, что вот из этих, из этого небольшого числа реплаев, ну участвовал, возникало в обсуждении в нескольких из писем, которые он получил. Ну, во-первых, стало ясно, что скорее всего некоторые языки лучше подходят для обучения, чем другие. Сами факторы выявить сложно, но этот факт остается. Вот что-то лучше, что-то хуже. Вот тут примеры на то время популярных языков, для которых стало ясно, что вот это лучше, это хуже. Во-вторых, что тоже важно, если плохо учить, то неважно, на каком языке программирования это происходит. И одновременно, если учить хорошо, то тоже может быть и неважно. То есть можно на не очень хорошем языке научить хорошо и наоборот. Вот, то есть важнее хорошо учить. Ну и вот было такое замечание, что вот сам респондент начинал с Бэйсика и научился программировать нормально, так что совершенно не пострадал. Так что Бэйсик тем самым был полностью оправдан, судя по всему. Ну вот такая статья, такие исследования. Понятно, что это просто такой наивный подход, никакой социологии, но тем не менее вот такие мысли возникли. И вот эти результаты Дико писал в своей статье. Ну и вообще, если мы посмотрим на историю вопроса, а я вот на нее смотрел, я убедился, что таких исследований очень много. Их действительно сотни. Как именно люди выбирают язык программирования? Вот, например, статья, которая так и называется «История выбора языков программирования». Она не только про обучение, она еще и как-то мы выбираем язык для реализации какого-то проекта, написание приложения, там разные разделы, большая статья, и она целая обзорная. И вот у нее библиография гигантская совершенно, несколько сотен статей, на которые они ссылаются и которые они пытаются обобщить. И вот в процессе обобщения они выделили несколько ключевых факторов, которые влияли на такой выбор, обобщили эти факторы. И вот некоторые такие группы факторов мы сейчас обсудим. Ну, во-первых, на выбор языка программирования всегда и везде влияла прагматика. То есть мы хотим готовить программистов под вот что-то. И для этого нам нужен язык, который реально распространен в промышленности. Или это язык, который на рынке популярен. Вот он нужен людям. Скажем, приходит какая-нибудь компания, например, не знаю, там компания на букву О большая в университет и говорит, ну, слушайте, вот у нас такой язык, им всем пользуются, давайте вы там возьмете, будете на первом курсе преподавать именно на этом языке. И так происходило практически всю историю. Компании были большие, они приходили в университеты, всех учили, что вот именно так и нужно работать. И некоторые их слушали. То есть такой прагматический фактор, он оказывался одним из самых существенных. Еще раз, за долгие годы решения такой проблемы. Конечно же, важными являются педагогические факторы. Ну вот, когда вам нужно кого-то учить, вы не хотите, чтобы у вас там была сложная какая-то система для того, чтобы минимальную вещь сделать, там написать программу Hello World, вам нужно 152 файла создать, там они как-то еще взаимодействуют друг с другом, и получается очень сложно это все запустить в самый первый раз. Там 500 пунктов меню вашей любимой IDE, это в общем учить совершенно невозможно. Другие факторы в рамках этой группы такие, ну вот нужно ориентироваться как-то не столько на изучение синтаксиса языка программирования, а скорее на то, чтобы научиться решать проблемы с помощью программирования. И здесь уже не так важно, какой синтаксис, какие у вас там фигурные скобочки или вы begin-end пишете везде. Это в общем не такое существенное дело. Важнее научить решать задачи. Конечно же, важно, чтобы у вас были преподаватели, которые в состоянии научить на этом языке. У вас есть материалы, книжки, где все хорошо написано, где прямо построена методика того, как именно нужно этот процесс продолжать. Если ничего такого нет, то, конечно, никакое желание не поможет на этом языке учить. Или можно учить, но получится полная ерунда. Ну и сам язык, библиотеки, которые для него существуют, конечно, тоже это важный фактор. Там в той статье это было выделено. Ну, скажем, нужно, чтобы он был там в нулевые годы. Было важно, чтобы это был объектно-ориентированный язык, потому что все программировали объектно-ориентированно. Сейчас уже эти понятия никому не нужны, но вот когда-то это было существенно. Важно, чтобы там графика была, чтобы, например, роботами можно было управлять, а то уж как иначе, скучно всем этим делом работать, если никто не ездит после того, как ты Hello World написал свой. Вот. И это тоже ключевые факторы. Вот такая группа из трех, три группы факторов, которые были выделены в той статье. И многие занимаются даже не просто выбором, а просто сравнением языков программирования относительно того, насколько они хорошо подходят. Вот, скажем, статья, тут два автора, одна из Финляндии, вторая из Австралии, такой вот, они попытались совместить опыт разных стран и написали объективное сравнение языков для обучения вводного курса программирования. Вот такая статья. Несколько слов по поводу объективности я потом скажу. Ну, самый главный результат этой статьи в том, что они сформулировали группы критериев именно для оценки уже языков программирования конкретных. Ну, они сказали так. Ну, вот самое первое, это применимость в обучении, чтобы вообще можно было его применить в обучении. Ну, там, это может подразделяться, например, насколько легко читается текст программы. Вот сейчас считается, что если обучающийся может прочитать этот текст, то это сильно помогает в обучении. То есть, если это какие-то символы криптические, там, если кто на перле, не дай бог, программировал, то есть, если это вот что-нибудь такое, то это плохо. Они оценивали сам язык среды разработки для него, насколько их можно применить, когда у вас там ребенок, например, какой-нибудь изучает это все. Насколько этот язык поддерживается, как там все меняется, можно ли его установить, нужно ли платить деньги для того, чтобы изучать на этом языке что-то. Это все тоже важные критерии. Ну, и, наконец, используется ли язык за пределами вводного курса, то есть, нужно ли вообще кому-то это. Ну, скажем, в следующих курсах кто-то применяет, или в промышленности, или еще где-то. И вот, вооружившись такими группами критериев, эти двое авторов составили вот такую таблицу. Ну, там критерии раскрываются, нам сейчас не так важно, что там, где написано, поэтому все очень мелко. И я когда готовился, думаю, ну, сейчас я возьму какие-нибудь популярные языки и оценю по этим критериям, и вот выведу, что какой-нибудь там язык самый лучший, подходит больше всего. Они вот здесь, вот тут в конце, в последняя строчка, результат, который авторы мы считали, у них на первом месте оказался язык Python, вот здесь, так, и язык Эйфель. Поднимите, пожалуйста, руки, кто язык Эйфель знает? Ну, кто-то знает, это, ну, понятно, да. Вот, то есть, ну, в общем, лучше всего подходит для обучения. Я по языку Эйфель читал вот такую толстую книжку, ничего особенного, ну, кроме того, что там автор очень известный, сейчас он в Иннополисе работает вот этого языка, вот, ну, вообще он из Швейцарии, так что не важно. Так вот, но самое главное, когда я начал изучать вот эту колонку, я понял, что тут вранье просто в каждом пункте. Ну, просто в каждом, то есть, это абсолютно таблица не имеет отношения к действительности. Вот такое объективное сравнение. И когда я начал думать, я понял, что, ну, вообще смысла никакого в таком сравнении нет. Ну, составил бы я тут столбец с Котлином, например. Ну, допустим, поставил бы там галочку в каждом столбце или не поставил. Это бы вообще ничего не означало, ну, потому что вот такое, такое объективное сравнение. Поэтому не работает такой метод, не удалось мне что-нибудь красивое вывести таким образом. А зато мне удалось найти, посмотреть, что же по факту происходит. То есть, чем же народ пользуется, то мы смотрели, как народ выбирает и принимает решения, да. А пользуется он на самом деле чем-то таким. Значит, это информация по крупнейшим 39 самым сильным департаментам информатики в Соединенных Штатах. Ну, по рейтингам там это считалось. Ссылка здесь внизу приводится, кому интересно, там вот и дальше, там у меня еще на конкретный блокпост ссылка, что можно посмотреть, как именно это все считалось. Данные на 2014 год, но это на самом деле не сильно поменялось. Ну, система образования такая очень медленная, там может лет через 20 что-нибудь поменяется, а пока не особенно. Ну, система высшего образования, я не про всякие там онлайн чего-нибудь, там университеты и все остальное такое. Так вот, мы тут видим, что Python, он на первом месте, 26-27, то есть где-то больше половины учат на Python. Потом есть Java, это те, кто Камороков приходил или Sun Microsystems в свое время, они пока не перестроились. Ну, а дальше совсем по чуть-чуть, там несколько университет. Вот здесь там наверняка какой-нибудь там университет Техаса, где Бьярна Страуструб преподает водный курс программирования. Вот он там его, я знаю, на C++ как раз преподает, но вопросов нет, когда у вас Страуструб преподает водный курс на C++, то я думаю, что все справятся. Ну, просто харизма влияет, ну вы понимаете, ну как вот можно не справиться, если сам Страуструб тут вот прямо все и рассказывает. Ну так вот, а дальше вот остальные языки, которые там, их реально очень мало. Их очень мало, и более того, что интересно, много языков, которые, казалось бы, интересны академической общественности, вообще туда не попали. Вот их там просто нет, ни Хаскеля, ни Эмель, например, ну там, может быть, там и в одном каком-нибудь университете есть, но не более того. Языки типа JavaScript, Ruby, PHP тоже туда не попали, ну хотя в принципе, ну можно учить, попробовать, почему нет. И еще что интересно, такие языки от крупных компаний, которые сильно на платформу завязаны, их тоже в университетах не обнаруживается. Ну, у этого старая история, университеты не очень хотят завязываться на что-то такое жесткое, привязываться к чему-то, потому что, ну вот, как бы они там более свободными хотят быть. Ну вот здесь есть ссылка на то, где вы можете это посмотреть. Вот такое исследование, значит, вроде как питон в большинстве мест, ну и по миру примерно так же получается. Не совсем понятно, хорошо это или плохо, но немножко позже об этом я еще скажу. Итак, вот для того, чтобы составить свое впечатление о том, что люди думают, ну вот я посмотрел на эти исследования, я провел опрос в Твиттере. Значит, я задал такой вопрос своим подписчикам, вот здесь есть ссылка на него, можете, кому интересно, тоже сразу обратиться к первоисточнику. Я спросил, какое свойство языков программирования мои подписчики считают наиболее важными, то есть важным при выборе именно первого языка. Ну и предложил несколько вариантов ответов. Ну, как обычно в Твиттере вы никогда не можете сделать хороший опрос, потому что есть много технических ограничений, вы всегда что-то забыли, вам обязательно про это скажут, что варианты дурацкие и все такое. Персонал атак, вспомните, там у Дикой Виксельблата было, что там кто-то его атаковал, у меня тоже было, естественно, причем больше, чем у него. Но это нормально, это я даже не буду приводить на слайдах. Я имел в виду что-то такое, ну, например, распространенность, это если вы скажете, ну вот на Java все программируют, поэтому давайте учить на Java. Или низкоуровневость, программист должен знать про указатели, как там делать мем CPI в памяти, то есть на языке C нужно учить. Или, например, там, это простой язык программирования, давайте учить всех на Python. Или там, у него очень много библиотек, .NET реализует вообще все, что вам может понадобиться, давайте учить на чем-то из .NET. Ну, как бы так, то есть за пунктами отдаленно скрываются какие-то языки программирования. Ну и вот результат. 56% из почти 1300 проголосовавших, там несколько суток, по-моему, этот опрос висел, сказали, что самая главная простота. На втором месте четверть примерно распространенность ответили, то есть вот такой вот важный, ну вот, это должно быть нужно, еще раз, это первый язык, но вот люди как-то уже думают, чтобы работу искать. 10% на низкоуровневость, меня даже эта небольшая цифра пугает, потому что, ну, черт возьми, ну какая низкоуровневость, вы там научитесь 2 плюс 3 складывать, а не вот это вот, там, с указателями, но тем не менее. Ну и что самое удивительное, только 8% на богатый набор библиотек, то есть это вообще никому не нужно. Что-то делать реальное на первом языке программирования, ну зачем, там, вот, 2 плюс 3 складывай, радуйся, действительно. Ну как-то так, вот, то есть простота самая важная. Ну и несколько интересных реплаев было, которые я приведу. Из Haskell Community человек Дмитрий Кованников, такой опытный программист, разработчик и преподаватель, он сказал так, высокоуровневость, интерактивность. И тут очень много важных соображений есть, можете прочитать, что там он отметил, много лайков у этого твита было, то есть действительно я полностью согласен с таким ответом, что нужно решать проблемы, нужно видеть быстро результат работы, вот эта вся интерактивность тоже очень нужна, полезное мнение. Еще, скажем, Артем Пеленицын ответил такую методическую составляющую, которая тоже суперважная. Нужно, чтобы были учебники, технические средства были простые. Это тоже важно, без этого никуда, если у вас язык, про который ничего никому не известно, то и научить этому будет практически невозможно. Кто-то отметил такие факторы, как предсказуемость о том, что в некоторых языках, вот вдруг мы заранее, если не знаем, то никогда не угадаем, какой там результат может получиться. Ну, отметил, интересные такие слова у него тут прозвучали, из которых сразу стало ясно, вот Pirate Pebble или HTTP, что человек шарит в теме, я тоже про это скажу. Вот один из защитников языка C тоже появился, это такой голос тех 10%, вот видите, нужно простой и достаточно интуитивный синтаксис, отметил. Вот, там много разных концепций, обязательно, вот без этого начинающему программисту совершенно никуда, как там, что аллоцируется, да, ну, в общем, понятно такое. Вот, минимум, минимум C-99 он там отметил, да, так, я что-то про... Ну, имеет право человек на мнение, конечно. Кто-то поддержал язык Scala, дальше, правда, начал что-то совершенно такое вот писать. Ну, есть такой язык программирования, почему нет? Еще из интересного, ну, вот кто-то писал какие-то вещи, да, вот такие там типизации, простота отмечается, вот там рисование, интерактивная консоль. И дальше вот тут же поддерживают и говорят, вот, кстати, у Rasta хороший учебник. То есть, как там вот связана простота рисования, интерактивная консоль с Rasta, мне тоже не очень понятно. Ну, как бы, ну, это же Twitter, в общем, так вот оно и идет все. И вот здесь я должен немножко отвлечься от результата вопроса и сказать, что, к сожалению, к огромному языков программирования есть такая проблема. Вот у них есть адепты, которые, не глядя вообще ни на что, не думая ни о чем, просто берут и продвигают свои любимые языки программирования. То есть, они хотят, чтобы все программировали только на этом языке. Они говорят, вам нужен простой язык, OKC простой. Вам нужна интерактивность, да, на Rasta у нас это раз-два. Вам нужен язык с простым синтаксисом для обучения, берите Scala у нас именно так. Так, вообще, при этом никто ничего не слушает, никто не готов спорить, никто вообще никак не готов прислушиваться к чужому мнению. Есть такой спор про присваивание, как писать присваивание с помощью равно и двоеточия равно. Ну, какая разница, казалось бы. Этому спору уже 40, там, 50 лет, наверное. Есть куча статей, которые только этой проблеме посвящены. И они говорят, ну как же, равно, это же не математическое равенство. Как вы можете знак равно использовать для присваивания? Это же полностью нарушает мировоззрение несчастных школьников, которые вот только что математику изучили. И этих споров гигантское количество, слушайте, ну не надо так. Ну, честное слово. Я тоже страдаю. Мне говорят, вот, ты там, хаскелист, твой хаскель такой-сякой плохой. Ну, плохой я знаю, все плохие, я готов ко всем прислушиваться. Ну, вот зачем же вот такое вот продвигать? Надо знакомить, но не надо действовать как адепты деталитарных сект. Вот такое обращение ко всем. Еще несколько реплаев. Вот один интересный реплай. Единица, деленная на распространенность. То есть учитель уже на том языке, который не распространен. В этом есть здравое зерно. Я не знаю, шутка это или не шутка. Лев Фалкин что там имел в виду, у него никогда это не понятно. Но зато как бы мы заранее находимся в ситуации, что на входе никто его не знает, никто про него не слышал. И можно изучать важные действительно вещи, не отвлекаясь на какие-то такие там вопросы популярности и всего такого. То есть в этом тоже что-то есть. Ну и еще одна точка зрения. Вадим Челышов, председатель ПК конференции Паскала, поэтому он сразу просек фишку. Ну и чтобы его не обижать, я его включил сюда, чтобы вот как бы засветился. Ну раз хотел, а то еще к себе не возьмет. Так вот, окончательное решение. Вы готовы вообще? Значит прежде чем дойти до окончательного решения, мы сначала обсудим. А что же вообще должно быть в таком языке? То есть почему мы говорим вот про обучение? Что должно отличать этот язык от промышленного языка? Значит, во-первых, в промышленном языке мы всегда имеем много способов. Мы можем сделать так, можем сделать эдак. У нас всегда много вариантов. Ну нам там, вам платят зарплату за то, чтобы вы делали такой выбор, как решать эти задачи. Кроме того, один из важных факторов такой, что когда вы получаете сообщение об ошибке, они направлены на то, чтобы профессионал быстро понял, что произошло и тут же исправил. И это в результате приводит к тому, что глядя на сообщение об ошибке, вы видите много технических деталей. Они помогут профессионалу, но испугают обучаемого. И вот это отношение к сообщениям об ошибке зачастую, оно просто делает невозможным использование профессионального языка при обучении. Если вы когда-нибудь видели сообщение об ошибках в языке C++, с шаблонами, особенно если что-то вы там сделали, там, в общем, сотни, тысячи, там есть соревнования по тому, как сделать такую ошибку, чтобы сообщение занимало максимум строк, например. Это есть методы специальные, чтобы там миллион строк вылез при небольшой ошибке. То есть это можно делать в языке C++ запросто. И это, конечно, не очень помогает при обучении. С другой стороны, я вот недавно с Бриславом разговаривал, он говорит, ну слушай, мы можем смотреть на свои сообщения об ошибках, мы можем их поменять так, чтобы это было понятно, в том числе и начинающему. Ну посмотрим, окей. Ну и вообще, цели, конечно, другие у промышленного языка. Нужно делать дело, чтобы быстро все работало. А учащимся, которые еще учатся, им быстрота не нужна. Им бы как-нибудь, чтобы попроще было решить вопросы. Например, для них очень важно, чтобы код, который они пишут, компилировался частично. Вот это место с ошибкой они компилируются, а там дальше как бы все нормально. И чтобы они уже видели, что компилятор должен восстанавливаться очень хорошо от этих ошибок. То есть как бы совсем все другое. Ну и здесь еще важно вот что. Если вы хотите научить языку программирование и уже знаете программирование, то это очень простая задача. Тут вообще много ума не надо, это делается элементарно. Но тут в таком курсе, когда вы с первым языком работаете, вы, конечно же, учите программирование, и тут уже дело сложнее обстоит. Вопрос такой решался давно. Есть две книжки, одна из которых очень классическая. Вот эта структура интерпретации компьютерных программ. Смотрите, у нее на картинке вот такое вот там что-то, вот какой-то шар там, значит, что там они гадают. Волшебство какое-то, лямбда непонятная стоит, еще что-то. И в этой книжке создается такое впечатление о программировании, как о магической деятельности. Программистам очень приятно, что они такие вот колдуны, создают свои приложения, которые потом замечательно работают. И это, конечно, абсолютная неправда. Все такие вот там инженеры сантехники максимум и норм. И вот обложка второй книжки, которая противопоставляет себя первой, именно про это. Она вот все про чисто инженерные подходы, графики, как вот это все делать. И я фанат вот этой второй книжки. Я считаю, что это реально инженерная деятельность, которую нужно учить как инженерной деятельности. Тем более первый автор мне там вот подписал дарственной надписью, подарил эту книжку, мы с ним пообщались. И я, в общем, полностью согласен со всеми его идеями после такого, конечно. И принципы, которые в этой второй книжке выдвигались, они такие, что вот учить мы должны вот чему. Как прочитать постановку задачи? Как выявить, из каких компонентов должно состоять решение? Как потом это все перенести на структуру программы уже готовой? Они там учат, что тесты являются частью программы, а значит их нужно сразу писать, а не потом думать, что ну вот если бы у меня были тесты, наверное, было бы лучше. Ну, наверное, это как бы заранее известно, что оно было бы лучше. Ну, так вот не научили, не приучили сразу это все делать. Они также говорят, что мы учим вообще не кодирование, вот это вот печатать, да, там как индийские кодеры, а мы учим проектировать сразу программы, они вот так в коде отражаются. Ну и для того, чтобы это все реализовать, Матиас Филайзен, тот самый, который оставил автограф, придумал идею языков для обучения именно. Это языки, которые постепенно расширяют свои возможности. Начинается все с минимального beginner student language, минимального языка, в котором есть только необходимый минимум, больше ничего. А потом с задачами понемножку, потихоньку растет этот язык. И там много промежуточных, когда постепенно включаются новые идеи, новые уровни появляются в языке, а значит все больше задач может решать студент. И это очень важная идея. Ну а заканчивает эта вся цепочка языком рэкет из семейства Лисп. Это такое как бы замыкание всех вот этих языков, которые были созданы. Ну и тогда уже там программист может реально вообще все запрограммировать, все, что захочет. Вот так выглядит там начальная программа. Это среда доктор рэкет. Я там включил язык для начинающего студента. Видите, там все русифицировано, все как водится. И можно сразу с картинками работать, интерактивно, и все хорошо. Другое решение. Один из авторов из примерно той же тусовки. Кришнамурти с коллегами начал создавать новый язык программирования под названием Pirate и вместе с книжкой это делать. Потому что опять же понятно, я напоминаю, если у вас нет обучающих материалов, то ваш язык никому не нужен. Я хотел бы обратить внимание на несколько глав из этого учебника. То есть мы там видим, что, например, в 11 главе учат писать интерактивные игры как реактивные системы. Ну, мобильщики любят реактивные системы, все такое. Это вот 11 глава, но это где-то в конце первого месяца обучения программированию это все происходит. Там тот же тестирование, проверка программ, графы, например, там в 19 главе важная структура, парсинг 23. Это вот в течение полугода примерно все рассчитано. И к концу они уже приходят к объектам. То есть у них там вот объектно-ориентированное программирование, систему типов они там вводят. И вот что важно. Язык строится таким образом, чтобы можно было идти по этому плану без забеганий вперед. То есть это важное свойство, что вы можете без типов программировать до 27 главы, вообще даже не знать, что они есть. И вдруг в 27 главе узнать, что они есть в языке, и вы ими можете пользоваться, и там статическая типизация возникает, и все необходимое есть. То есть язык создан специально для того, чтобы двигаться от начала к концу. Постепенно вводя концепции, они вводятся в книжки, вводятся, даются обучающемуся, и вводятся, появляются в языке. Вот пример программы и пример среды, в которой это все можно программировать. Там смотрите, вот, например, тесты, которые встраиваются в программу. Они здесь, это обязательная часть синтаксиса, вот здесь внизу. То есть мы пишем функцию, и сразу же пишем для нее тесты, это часть синтаксиса. И когда вы ее загружаете, вам тут же говорят, видите, шип, шип, шейп, да, то есть можно в продакшн отправлять, вот так сразу, в самом начале обучения. И все достаточно удобно. Вот документирование у них тут встраивается в синтаксис. Сам синтаксис языка, там вот алгебраические типы данных, кто знает, там сразу есть. То есть это все вот такое, сразу на верхнем уровне есть в языке, и этому всему надо учить, и вот с помощью такого языка это действительно приятно делать. Еще один подход, про графику много разговоров. Вот среда CodeWorld, там есть свой язык, есть версия для Haskell, например, то есть тоже с идеей такой, что вот вы пишете программы, и тут же легко можете получать что-то очень красивое. Когда мы учимся, любим, когда там все, вот опять же, фейерверки, которые доконали меня на первом занятии по Basic, ну вот это все-таки важно. И тоже какая-то среда, и там свой туториал пошаговый, как это все постепенно изучать. Есть наш ответ. В Ростове-на-Дону Станислав Михалкович, его студенты разрабатывают Pascal.abc.net, и когда мне говорят, да, Паскалю старел, там все такое, вот этот Pascal не только не устарел, там многие вещи из .NET появляются в этом языке раньше, чем они в C-Sharp появляются. Они там паттерн-матчинг, например, сделали, у них там лямбды давно, у них типы выводятся. То есть это такой супер язык в синтаксисе, в знакомой обертке Pascal, вроде как, но это язык с полным выходом на весь .NET и с очень современными концепциями, именно с точки зрения разработки языков программирования. Ну, у этого коллектива, у Михалковича задача такая, вот он изучает, что вообще бывает в языках программирования, его студенты реализуют это в языке программирования. И он там на первом курсе читает, и у него иногда, значит, в лекциях появляется то, что вчера появилось в компиляторе, он говорит, а вот сегодня мы изучим такую возможность. И вот что-то очень современное из языков программирования рассказывает. Вот примерно так, там программа на 120 строчек, тут с анимацией все, ханойские башни, все передвигается, все очень красиво, все очень приятно, действительно можно со всем этим жить. Ну, вы готовы к окончательному решению? Как же все-таки нужно это делать? В самом деле, конечно, я думаю, что самые проницательные уже догадались, никакого окончательного решения в этом вопросе не может быть. Я всех обманул, его нет ни у меня, его нет ни у кого, и это очень хорошо. Нам в информатике не нужны единые учебники истории, рассказывающие единственно правильную точку зрения. На самом деле, конечно, абсолютно без разницы, как заходить, но есть способы сделать это, ну, скажем так, правильнее с точки зрения будущего развития. Вот я составил такую жизнь разработчика, как он учится. Начать можно, ну, с чего-то, что больше подходит. Помните, там у Виксельблата было, что какие-то языки подходят лучше. Вот я вам рассказал про Racket, про Pirate. Ну, начните вы с Питона, или тот, кто вас учит, начнет с Питона. Не очень хорошо, но сойдет. Начните с Паскаля Беценет. Есть много народу, кто его знает, и кто может очень хорошо научить программированию с его помощью. Но нам важно следующее, что вот этот начальный этап, этот первый язык должен заложить основу для будущего. Вот то, что дальше, это уже точно не может быть первым языком. Вот смотрите, из любого из этих языков мы можем перейти дальше на один из нескольких базовых языков, там, для разных отраслей академии или промышленности, например. То есть после любого из первых начальных языков вы сможете прийти в JavaScript. Если вы начнете там, то вы будете такой фортранщик в новых условиях. Вы будете везде писать, как на JavaScript, и это будет ужасно. Но если это будет второй ваш язык, у вас уже будет опыт, это будет, в общем, более-менее нормально. Хотите низкоуровневость, C, пожалуйста, конечно, когда вы уже умеете решать задачи, умеете программировать, то про локации узнаете, MLog научитесь использовать, и Free потом не забудьте, и все будет нормально. Enterprise, Java, C Sharp, пожалуйста. В академии там любят функциональные языки, на это тоже есть выбор. Ну а дальше, когда заложена основа уже в определенной области, конечно, миллион возможностей. Ну я вот тут предлагаю еще что-то, куда дальше можно идти. И вообще, конечно, я так понимаю, что для мобильных разработчиков не так важно знать много языков. Но когда скопытится мобильная разработка, это когда-нибудь произойдет, нужно быть к этому. Ну все рано или поздно ломается, но извините. И вот тогда окажется, что вот тот, у кого больше, шире бэкграунды, кто знает больше всего из разных областей, вот как я, например. Я почти все эти языки знаю, многие из них преподавал в свое время, так что нормально себя чувствую. И вот можно уже, вот если вы пройдетесь по вот этим нижним слоям этой лестницы, этого дерева, и будете все это хотя бы чуть-чуть знать, это просто сделает вас лучше разработчикам на любом языке, на том, на котором вам платят зарплату. Ну и на этом я буду заканчивать. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Чувствую атаку личную, ни на одном слайде не было Objective-C, лучшего языка программирования. Был? Был? Я просто пропустил. Беда. Я, чтобы без атак личных. А теперь ваши вопросы. Руки. Привет, спасибо за доклад. У меня вопрос к последней схемке. Там Go почему-то расположено в одном месте с плюсами и растом. Хотя это язык с garbage collector, и на нем, кажется, в последнее время очень много пишут в вебе. Чем? Почему там? Да, скорее фактор низкоуровневости здесь сыграл свою роль. Я вот так решил его туда разместить. Ну, понятно же, это все условно. И, в общем, как только вы начинаете классифицировать языки программирования по любому принципу, получается полная ерунда. Это, в общем, общее место. Поэтому я заранее согласен, что эта схема – это полная ерунда. Как и все остальное, тоже может быть полной ерундой. Я сразу могу это признать. И мы напоминаем, что за лучший вопрос полагаются обскоины, которые вы можете тратить на наш мерч, и книжечка в качестве подарка. Виталий, спасибо большое за доклад. Мы обсудили, как нужно выбирать свой первый язык. А очень интересно услышать ваше мнение про то, как выбирать свой последний язык, на котором заканчивать свою карьеру. После чего можно уходить умирать спокойно. Я думаю, что я к следующему обсконфу приготовлю доклад на эту тему. Это хорошее задание, конечно. Изучайте Haskell. Можно будет мою книжку купить, изучить, и все. Haskell in DevMining Publications. После Haskell в жизни больше ничего не надо, да? Естественно. Спасибо. Но Егору мы точно обскоины не дадим, я думаю. Виталий, спасибо за доклад, интересно было. Вот такой вопрос. А все-таки, вот допустим, разработчик, он за свой 15-20 летний опыт, оно хорошо, отлично, на профессиональный уровень знает три языка. И на самом деле, если все, когда екнется, допустим, в мобильной разработке, ну не составит ему труда еще на третий, на пятый перейти, потому что у него был пласт обширных знаний, там, алгоритмов он знает, он умеет решать проблемы. Не важно, каким языком. Как вы думаете, вы поддерживаете эту точку зрения, или все-таки нужно действительно эти все языки пробовать в продакте, то есть действительно набивать руку, и это важно. Или все-таки вот базовые такие софт-плей инженер знания, они более важны в нашем мире? Ой, ну слушайте, что более важно в нашем мире, это я не знаю. Многие сейчас считают, что для инженера вообще софт-скиллы гораздо более важны, чем все остальное, и я, в общем, даже зачастую готов присоединиться к этой точке зрения. Мне кажется, что нужно знать много языков, это полезно. И мне кажется, что нужно пытаться на них что-то программировать, ну вот там вот эти популярные идеи пэт-проджектов, чисто для того, чтобы изучить какой-то еще один язык программирования, это, мне кажется, очень хорошая идея. То есть три языка, особенно если они близки друг к другу, по идеям, концепциям, это не очень полезно для свеча в другую область. То есть у меня, например, когда-то давно, когда я только закончил университет, я был уверен, что все языки программирования одинаковые и вообще как бы ничего особенного, а потом мне сказали, а вот есть такой хаскель. И вдруг выяснилось, что что-то они разные все-таки, как вот ни крути, можно там с трудом это все дело изучать. Спасибо. Спасибо за доклад. У меня вопрос. Вот здесь я. Вопрос такой. Как правильно дивертифицировать свои знания? Потому что если я, например, выучу два языка мобильной разработки, наверное, когда она загнется, мне будет плохо. Но учить, например, PHP и мобильную разработку тоже кажется странным. То есть как правильно раскидать свои усилия? Ну и не замазывать имена бедных подписчиков на слайдах было токсично. Я не понял последнее про токсичность. Это точно ко мне было. Вопрос, как правильно раскидывать знания? То есть из каких областей лучше выбрать языки? Вот я постарался как раз эту схему сделать из таких соображений, что, как обычно, как нас учат, нужно раскладывать по разным корзинам. В следующем докладе будет про это? Вот. Нам расскажут, как раскладывать по разным корзинам. Здесь то же самое. То есть из разных областей. Но это скорее не для того, чтобы иметь больше шансов найти работу из другой области. А скорее про то, что если языки сильно разные из разных областей, то тогда это повышает ваше знание в целом о программировании. Вот скорее в этом цель. Поэтому вполне нормально изучить PHP, даже если ты занимаешься мобильной разработкой. Ну просто потому, чтобы видеть, а какие еще языки бывают. Они совсем по-другому живут. По другим принципам мы пишем программы. Вот сам этот фактор полезен. То есть не важно, что конкретно, а важно, что это что-то совсем другое отличается от того, к чему мы привыкли. Спасибо за доклад. Вот вы говорите, выучить язык, выучить язык. А что значит, когда настает момент, что я могу сказать, что я знаю этот язык. Все, вот вы сказали PHP выучить. И что мне нужно сделать, чтобы я мог поставить галочку, я знаю PHP. Это же не значит, что я там 5 лет должен прописать бэкенды на PHP или еще что-то. Я знаю одного заведующего кафедра, который как-то сказал, ну там заседание, там какой-то учебно-методический совет был. Он сказал, я любой язык программирования могу выучить за 2 недели. И я тогда примерно попытался примерно такой же вопрос ему задать. А он там гидродинамикой занимается, ну математик, короче. Математик, они все уверены, что они программирование за 3 секунды изучат. Это как бы ерунда. Вот их формула, это да, программирование. Вот. Я считаю, что нужно что-то написать. То есть нужна какая-то программа, может быть небольшая, но этого достаточно. Есть книжка такая, называется «7 языков программирования за 7 недель». И мне очень нравится ее подход. То есть вот они в течение недели что-то пишут на одном языке, какой-то там небольшой проектик. И этого в принципе достаточно. То есть тут можно вширить идти. То есть когда это не основной твой язык, то вот вширь идешь, там по чуть-чуть маленькую программку, приложение, pet project и окей. Вот мне кажется так. То есть углубляться незачем. Потому что, ну как это обычно бывает, ты быстро можешь все схватить, а дальше какие-то тонкости можно всю жизнь постигать. И в общем это это. Hello world писать, да, ну может быть чуть подлиннее. Ну в общем, ну чтобы тут же важно разным попытаться воспользоваться разными возможностями. То есть что-нибудь такое, там взял язык, в котором корутины, например, есть и написал что-нибудь на корутинах. Ну просто чтобы там изучить корутины, понять, что это такое. Ну и все необходимое к этому. Ну во-первых, спасибо, было вкусно и совсем не грустно. Мне очень зашла мысль про то, что рано или поздно все скопытится. Вот я, если честно, верю, что рано или поздно скопытится вот это все. Вот, и спустя сколько-то поколений, ну кроме Хаскеля, ну конечно, конечно, и спустя сколько-то поколений, там какой-нибудь мой правнук будет программировать на каком-то просто одном мега языке. Вот, а вы как думаете? Нет, такого, конечно, никогда не произойдет. Ну в смысле то, что скопытится, да, но одного языка точно не будет. Ну так мир устроен, знаете, это описано в истории со строительством Вавилонской башни, и с тех пор в отношениях между людьми вообще ничего не изменилось, и языков программирования всегда будет много, и один мега язык никогда не появится, и слава богу. Ну может быть там три. И такого не будет. И всегда будет только все увеличиваться и увеличиваться. Это еще связано с тем, что мы все время открываем новые области, в которых что-то нужно делать с помощью программирования. Ну, то есть моим внукам надо готовиться к сохранению вот этого безобразия, в принципе. Ладно, я... Сохранению этой прекрасной картины, я бы так сказал. И у нас осталось время на последний вопрос. Я победитель. Так вот, вопрос такой. Не думаете ли вы, что стоит расследовать первый язык на язык для людей, которые учат именно программирование, и язык для тех, для кого это чистый инструмент? Вот для тех же математиков, да, они взяли, выучили за две недели свой питон или матлаб, и поэтому они как раз популярны в Америке. Потому что им он просто нужен для того, чтобы дальше в следующем семестре этим питоном и матлабом что-то другое запускать, а больше они программирования и трогать не будут. Есть какие-нибудь мысли на эту тему? Ну, это... Я готов присоединиться к этой точке зрения. Единственное, что я хочу заметить, что меня интересует подготовка программистов. То есть, как все остальные въезжают в программирование для решения своих чисто утилитарных вопросов, меня это совсем не беспокоит. То есть, пусть как хотят. То есть, они не умеют программировать. Я знаю одного математика, который обожает язык Руби, и он отличный математик, и пишет ужасные программы на Руби в гигантских количествах. Там все, там скрипты какие-то у него все на Руби, выглядит отвратительно. Ну, окей. Ну, ты математик, имеешь право. А аниме он любит? Нет. Аниме, как было написано в моем твиттере, имеет связь с функциональным программированием. Так что мы забили поляну. Поблагодарим еще раз спикера, выражаем ему благодарность от лица Обскоинфа, дарим сертификат, зонтик, фирменные зонтики. Это как недавнему жителю Петербурга, это мне, конечно, понадобится. Спасибо. Я, собственно, ради этого и шел сюда. И нам нужно выбрать лучший вопрос, который прозвучал. Мы дарим за это Обскоины и книжечку. Значит, вот у меня сейчас такая проблема. Там был язык, протон, на который, на вопрос, на который я ответил, посоветовав, упомянув книжку «7 языков за 7 недель». Вот, вот, да? Ага. Вот, значит, вот этот вот. Спасибо. 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 Продолжение следует...